Периодически я начинаю сомневаться в том, делаю ли всё правильно, не сбился ли с пути. Почему почти всё, что я смотрю или читаю, вызывает такое отторжение? Может глаз замыкнулся, может чувство вкуса ушло? Или для его удовлетворения нужен бесспорный шедевр? Не меньше. Может слишком мало условностей я могу принять? Приветствую! На канале это Тим и нет. Близко нет. Всё с моим вкусом нормально, я осознаю это всякий раз, как знакомлюсь с достойными произведениями. Отчёт о буйстве духов в определённых язык числа. Это манга, выходившая в первой половине 90-х и аниме, снятое по ней. Сёнэн, 175 глав, без филлеров, без затянутостей, без фансервиса. Тех самых эпизодов с горячими источниками или пляжем. Без героя, который заходит в комнату и обнаруживает голую слэш-полуголую девушку. Вмиг краснеющую и называющую его извращенцем. Без гарема. Протагонист пусть встречает ещё одну девушку в первой же главе, не она в нём, не заинтересована, не он в ней. Нет глупостей, не логичностей. Вопросов персонажем и число условностей, которые нужно принять невелико. Это звучит как мечта, но, должен сказать, тут нет ничего выдающегося. Чего-то, что делает отчёт о буйстве духов примером. Чем-то, о чём все всегда вспоминают. Вечной классикой или шедевром. Просто всё очень хорошо. Здесь существует три мира. Человеческий, нингенкай, рейкай, загробный мир и макай. Место, где живут демоны. Йокай. Главный герой, школьный хулиган Юски Урамеши, погибает, спасая маленького ребёнка из-под авто. Ирония в том, что тот бы всё равно выжил, так что Юски умер зазря. Но получил второй шанс, благодаря владыке Кээнми, сыну повелителя загробного мира. После смерти героя встречает шенигами Боттон, которая в дальнейшем станет его постоянной спутницей. Она объясняет Юски, что к чему предоставляет шанс возразиться. Но перед этим Урамеши помогает нескольким заблудшим душам и сближается со своим бывшим соперником Кувабарой. Который обладает немалой духовной силой и также станет постоянным участником сюжета. Оба эти персонажи пусть и хулиганы, и сорвиг головы, но с добрым сердцем. Готовы ради близких и друзей на всё, что довольно типично для героя Сёнона. И оба туповаты. Хотя Юски прогрессирует, делая немалые успехи, да и Кувабар со временем берется за ум. Герой становится сыщиком, который должен разбираться с разнообразными паранормальными проблемами. И казалось бы, самое время для филлеров, но нет. В первом же задании герой сталкивается с тремя могущественными йокаями. Один из которых погибает, а двое других, мастер огня и меча Джаганши и Лис Курама, да-да классический девятихвостый, управляющий тут растениями, становится товарищами Юски спустя какое-то количество глав. В первой же арке нам показывают, насколько омерзительные, отвратительные и гадкие люди. Хуже всяких йокаев. И причина катастрофы в третьей арке, где противником Юски становится могущественный бывший детектив духа, являются именно грехи человечества. Ибо есть кассета, на которой запечатлено всё самое ужасное, что когда-либо было сделано людьми. В теории эта кассета должна храниться за семью замками в рейкаи, но просочилась. В манге особой жести нет, но есть страничка, иллюстрирующая отвратительность человечества. В аниме этого чуть больше, хотя я видел отзывы, что оно более взрослое, мрачное, но мне так не показалось. Вторая арка, турнирная. Боистраивает группа крайне мерзких, извращенных богачей. И там участвуют разнообразные йокаи. Юски само собой побеждает, но теряет свою учительницу. Весьма милую, умелую старушку. Местный злодей, её бывший соратник, ставший демоном ради молодости и продолжительности жизни. Его различные формы выглядят довольно нелепо. А это конечно не кулак северной звезды, но около того. И смотря на демоническую сущность злодея, оставалось жить не так уж и долго. Как, впрочем, и злодею из третьей арки. Как, впрочем, и одному из персонажей финальной арки. Странно, но ладно. Наследие темной организации извращенных богатеев продолжает жить, и бывший защитник мира людей решает открыть портал в мир йокаев. Дабы человечество поплатилось за свое зло. Но на самом деле он просто хотел оказаться в Макай. И да, злодеи третьей арки, как и злодей второй, не плоский. И нам пытаются показать, что в целом это неплохие ребята, просто оступившиеся. Да и антагонист турнирной арки, и он в качестве искупления отправился в самое жесткое чистилище из возможных. А бабка воскресла, кстати, пусть и ненадолго. Вот финал третьей арки открывается, что юзкий потомок невероятно сильного йокая. И Энман даже издает приказ его убить. Но все это крайне быстро, сумбурно и в целом плевать. Кстати, родителя героя. Отец ушел. Мать, видимо, крупная шишка якут, забухающая и держащая в доме первородный срач. Предком героя оказывается один из трех якаев, что сражает за власть во всем мире демонов. Но он слабее прочих, потому что после встречи с про сколько-то там бабкой юзки перестал есть человечину. А это 700 лет назад было. Иначе пара других вояк не была бы ему соперниками. Юзки усиленно тренируется у своего предка, а Курама и Джаганши присоединяются к двум другим фракциям, как могущественный йокаи. И спустя некоторое время становятся их замами. После смерти предка юзки, дабы избежать массового побоища, предлагают устроить турнир. Победитель станет проявителем всех демонов, а проигравшие будут беспрекословно ему подчиняться. И юзки само собой проигрывает, не имея возможности сравниться в силе с одним из повелителей йокаев. Но в будущем, а турнир будет проводиться раз в несколько лет, легко. Выигрывает, к удивлению, бывший товарищ умершего предка, который едва успел себя показать. И вроде все норм. И жизнь продолжается. Главный герой занимается, чем занимался раньше, у всех все хорошо. Огненный йокаев так и вовсе начал подкатывать к женщине-повелительнице демонов. Которая, в принципе, могла победить в турнире, но настроения не было. Однако есть пара глав. Пара глав, вызывающих вопросы. Пара финальных глав, вызывающих... Черт побери, огроменные такие вопросы. Уже после турнира просто так вбрасывается информация, что, мол, границ между мирами больше нет. Что было целью антагониста третьей арки, и что так сильно пытался предотвратить главный герой. Оказывается, образ йокаев демонизирован Энмой. Который на протяжении многих лет пытался подставить несчастных демонов, показывая их хуже, чем они есть. Слабых йокаев похищали, промывали мозги и заставляли убивать людей. А сами-то демоны и хорошо, если за год пару человек убьют. Это во всем Энма виноват. Что? Еще там много махинаций с бухгалтерией, коррупцией, все ради удержания власти и получения выгода взаимодействия с миром людей. Выяснил все это Кэнма, который батьку-то и сместил. И вроде интересно. И вроде неплохо. Сюжетный поворот, но... Все это нам сообщают постфактум. Все это произошло за кадром. И такому важному событию посвящается пара страниц. Что? Зачем? Почему? Как? Ладно. Второй момент. Террористы. Представители оппозиции, Райкая, которые в рамках одного выпуска захватывают мир духов и хотят ударить пушкой бога. Которая появилась и исчезла в том же выпуске. И в том же выпуске Юски избавляется от смутянов. Зачем? Зачем? Понятное дело, предпоследний выпуск показывает, что приключения продолжаются, жизнь идет своим чередом, но... Такая странная вещь. Понять не могу. Юкаи начинают ассимилироваться в человеческое общество. Даже потерявшихся в мире демонов людей находят и выводят обратно патрульные отряды. Аниме внезапно воспринимается лучше манги. Во-первых, те две смущающие и странные главы не нашли свое отражение в экранизации. Плюс какие-то вещи раскрыты более подробно. Например, последний бой героя на турнире в манге почти не показан. Зато в аниме бою посвятили немало времени. Есть небольшая группа авашек, которые являются набором клипов. И новая экранизирующая, тот самый сюжет с террористами и бога пушкой. А также одну экстру из манги. Два фильма, первый коротенький, второй уже тянет на полный метр. Короткометражка ужасная. Начинается с того, что КМу похищают. Во время пляжного эпизода. Ну да, такой вот он словак. Похитители требуют золотую печать, позволяющую управлять Райкаем. И злодеев возглавляет мелкий пацан. Его мотивация, наверное, отвратна. Да, да, так и есть. В детском, ах. В детском саду, когда этот мелкий хотел подарить одной девочке подарок, Кэнма выскочил из ниоткуда, растоптал дар по невнимательности и сам подарил цветы. Нет, этому прощения. Проходная помойка мелкого придурка развел большой, который проигрывает Юски. Поехали дальше. Второй фильм. Миру духов грозит уничтожение из-за потопа. Виной тому четвертый мир, который существовал ранее, но был уничтожен Энмой в ходе войны. Владыка уничтоженного мира хочет возродить его в мире людей и проигрывает Юски. Скучная история. Без базы в виде манги смотреть полнометражки и овашки не стоит. Отчет обуйствий духов. Отличное, в меру интересное классическое произведение. Это Сёнан по старому и неизбежно работающему рецепту. Для своего времени хорош. Таким остается и Паными. На этом, пожалуй, у меня все. Подписывайтесь на канал и Патреон. Спасибо за внимание. И пока.